Мы приветствуем вас на канале все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 5 рейтинг лучших электробритв Panasonic с Яндекс.Маркета. Ссылки на лучшие электробритвы Panasonic вы найдете в описании к данному видео. Ну а наш рейтинг возглавляет электробритва Panasonic ESLV6U в черном цвете. Ну, бывают и в других цветах. В данном случае это довольно-таки дорогая бритва за 29691 рубль с учетом скидки ее можно приобрести. Но она по-своему уникальна, потому что у нее число бритвенных головок 5. То есть, эта бритва справляется с особо прочной щетиной, которую не берут другие бритвы. Ну и действительно так. То есть, это как раз аппарат изготовлен для таких случаев. То есть, когда другие бритвы с щетиной не справляются, это справится точно. В данном случае это устройство питается автономно. То есть, у нее батарея довольно неплохая стоит, которая держит до 50 минут автономной работы. Индикация зарядки-разрядки. Время зарядки аккумулятора 1 час. И предназначена эта бритва как для влажного бритья, так и для сухого. Было бы неплохо, чтобы она еще работала и от сети, кроме автономного питания. Ну, уже есть как есть. То есть, обратите внимание на расположение лезвий. То есть, это действительно интересная технология. Ну и надо отметить, что данная бритва в руке тяжеловато лежит. Некоторые пишут, что не так она удобна, как некоторые другие. Но, опять же, это субъективно. В комплекте есть дорожный чехол, защитная крышка и щеточка для чистки. В принципе, если учесть, что данная бритва является выбором покупателей, можно к этой модели присмотреться. На втором месте у нас расположилась электробритва Panasonic ES-LT2N. Это уже бритва более обычная, с тремя бритвенными головками. Ну и стоит она подешевле. Тоже качество бритья очень неплохое. Плавающие головки. Способ бритья влажный и сухой. То есть, можно и так, и так. Автономное питание, при этом время работы батареи до 45 минут. Ну, как бы неплохо, в принципе, для такого рода устройств. Учитывайте, что эта бритва компактная. Соответственно, внутри в корпусе не так много места, чтобы расположить более крупную батарею. В комплекте дорожный чехол, защитная крышка, масло для смазки и щеточка для очистки. Выглядит эта бритва очень неплохо. Довольно она эргономичная. Простая в управлении, но при этом весьма технологичная. Достаточно редкое сочетание. Тоже является она выбором покупателей. И стоит 16 060 рублей. На третьем месте у нас расположилась электробритва Panasonic ES-RF41. В черно-серебристом цвете. Очень красивая, не маркая поверхность. Управление тут такое, как бы, механическое номинально. Уровень заряда показан с помощью лампочек. То есть, 20, 40, 60, 80, 100. Либо уже пора заряжать. Четыре бритвенные головки. То есть, эта бритва справляется с задачей по удалению щетины гораздо лучше, чем другие бритвы. Но все-таки хуже, чем лидер нашего рейтинга. Но учитывайте, что по соотношению цены и качества бритья, эта бритва, она легко могла бы занять первое место. Потому что стоит она, в отличие от лидеров, всего лишь 12 213 рублей. Что еще здесь интересного? Ну, она предназначена тоже как для влажного, так и для сухого бритья. Есть у нее в комплекте дорожный чехол, защитная крышка, подставка для зарядки и щеточка для очистки. Ну, выглядит, как я уже сказал, очень неплохо. Ну, и вот эта подставка позволяет удобно хранить эту бритву. Ну, и мыть ее можно без проблем, потому что влагостойкий корпус, это тоже никаких проблем с этим нет. На четвертом месте у нас расположилась очень хорошая электробритва Panasonic ESST25. Считается, если вот брать среди электробритв Panasonic, это бритва средней цены. Ну, и довольно-таки достойного качества. У нее три бритвенных головки. Они плавающие, то есть, можно как бы спокойно бриться. То есть, она будет двигаться и повторять контур вашего тела. Для влажного и сухого бритья она подходит. Время автономной работы до 45 минут. У нее полностью водонепроницаемый корпус. Есть триммер, да, и в комплекте защитная крышка, масло для смазки, подставка для зарядки, щеточка для очистки. 12 тысяч 660 рублей. Тоже она является выбором покупателей. Ну, и, наконец, на пятом месте у нас расположилась единственная, ну, может быть, одна из немногих недорогих электробритв Panasonic. Это ES6002. Она неплохая, тоже предназначена для влажного и сухого бритья. Три бритвенные головки. Эти головки плавающие. Компактная модель, но она держит заряд очень мало. То есть, всего 21 минуту. По сути, хватает только на одно бритье. И надо снова подзаряжать. Из-за этого батарея быстрее выходит из строя. Ну, и поэтому цена низкая. Найти батарею на такую электробритву можно, но это не очень просто. Поэтому, вот, собственно, из-за этого цена 4990 рублей. Ну, а так, качество бритья очень высокое. Есть индикация зарядки, разрядки, дорожный чехол, защитная крышка, щеточка для чистки в комплекте. Ну, и время зарядки аккумулятора 8 часов. Потому что здесь никакой быстрой зарядки нет. В принципе, оценка 4.4 не особо плохо. Но будем считать эту электробритву таким крепким середнячком. И, кстати, это касается и качества бритья. Ссылки на лучшие электробритвы Panasonic с Яндекс.Маркета вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на кнопочку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам хорошего.